Скоро у нас будут гости из летнего лагеря. Послушайте, у нас здесь счастливое время, замечательно. Счастливое время. Давайте прочитаем счастливый Псалом для начала. Откроем Псалом 148. Пастор Шибели поехал на летний лагерь. Он вместе с Линдой поехали на летний лагерь. Он был приглашенным спикером этим утром. Он сказал мне по телефону, что они читали из книги Даниила, первой главы. Затем они вместе со всеми детьми восклицали, мы не изменимся. Жители Вавилона хотели изменить Даниила. Они поменяли его имя, хотели изменить диету, хотели изменить его. Он ответил, я не буду меняться. Он был убежден в своем сердце. Он проповедовал сегодня утром об этом. Проповедь была замечательная, что они попросили его остаться сегодня. Поэтому его стул пустует, но это не все. Проповедь была такой замечательной, что они попросили его остаться на завтрашнее утро. Через некоторое время мы услышим, что он хочет присоединиться к молодежному служению, что он хочет быть ассистирующим пастором молодежным. Он отдаст ключи от офиса миссии и начнет играть в баскетбол, читать молодежные книги. Окей, откроем Псалом 148. Серьезно, он остается еще на один день. Он нашел слабую отговорку, что у пастора Лава проблема с голосом. Я слышал, как он хорошо разговаривает. Нет, я уверен, что у него проблема с голосом. Я просто шучу с вами. У пастора с голосом проблема. Я должен остаться для моего верного друга. Я останусь здесь ради него. Я шучу. Псалом 148. Это всего на несколько минут. Пойте Господу песнь новую. Хвала Ему в собрании святых. Пели ли вы недавно? Радовались ли вы? Наслаждались ли вы жизнью? Это замечательно, если мы можем наслаждаться жизнью. Это прекрасно. Если мы наслаждаемся жизнью, это прекрасно. Если у нас дух радости. О, не так ли? По мере того, как вы становитесь старше, вы соприкасаетесь с разными вещами, осознаете, насколько мы можем волноваться и беспокоиться. Нет, у каждого мужчины внутри живет маленький мальчик. Маленький мальчик. Мужчины, вы чувствуете это? Некоторые из вас говорят, я его давно не видел. Он ушел из дома давным-давно. В каждом мужчине есть молодой человек. Да, я хочу перескочить через стену. В каждом мужчине есть маленький мальчик, который хочет поиграть с собакой. Вертеться на полу. Это действительно, правда. Иисус помогает нам жить таким образом. В моих путешествиях я встретил человека, который сказал мне, мне нужно быть немного сумасшедшим. Я спросил, почему? Он ответил, только тогда я могу совершить что-то. Мне нужно быть чуточку безумным. Он имел в виду иметь чувство юмора, петь новую песню. Стих первый. Что это за песня? Это песня Иисуса Христа. Это новая песня. Вечная песня. Это природа Бога. Это слава в собрании святых. Мне нравится поклоняться. Сегодня у нас была небольшая музыкальная группа. Сначала было четверо, затем один исчез. Другой думал о том, чтобы уйти. Была маленькая группа, в конце осталась лишь коробка, и все. И на этом все. Группа развалилась. В собрании, стих первый, мы прославляем вместе. Мне лично очень нравится это. Это все больше и больше. Каждое слово, которое мы поем. Стих второй. Да веселится Израиль о Создателе Своем. Сыны Сиона дорадуются о Царе Своем. Да хвалят имя Его с ликами. Двигаются немного. Когда мы были в Африке, мне понравилось все. Их ритм. Эти люди не стесняются подвигаться. Они просто наслаждаются этим. Я вижу, как они загораются. На их лицах появляется большая улыбка. Они просто наслаждаются этим. Белые люди, что случилось с белыми людьми? Что с нами произошло? Мы что-то упускаем. Что случилось? Когда раздавали дары, мы отсутствовали, что ли? Мы так же не можем и прыгать, кроме игроков в баскетбол. Белые люди не могут прыгать. Что случилось? Я не знаю. Но мне нравится часть движения. И я думаю, что наше тело имеет тесное взаимоотношение с языком тела, с тем, как мы выражаем себя. Это благословение. Псалмы говорят о славе. Поклонении. В поклонении есть время тишины. Прекрасное посвящение. Просто святость Бога. Есть также прославление. Я размышлял об одной даме, которая приходит к нам утром по воскресеньям. Она говорит, мне нравится поклонение. Мне нравится поклонение. Я спросил, почему вы приходите? Она ответила, потому что здесь великолепное поклонение. Я понимаю, что она имеет в виду. Это присутствие Бога. Также имеется прославление, этот шум, движение. Лично для меня это не служит так же, как поклонение через святость, присутствие, тишину, сосредоточенность. Есть также еще одна часть, где есть ликование. Хлопайте все в ладоши. Мы поднимаем руки, танцы, движения. Стих 3. Дохвалят Его имя с ликами на тимпане. И гуслих допоют Ему, ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах Своих. Удивительно, петь на ложах. Вот это да. Я никогда такого не делал раньше. Вы когда-нибудь такое делали? Да, спасибо, Господи. Да, петь на ложах. Стюарт, а вы раньше пели на кровати? Закрывали ли вы окна и все остальное, чтобы кто-то не узнал об этом? Пение на ложах – это время, когда вы не можете спать, или это до того, как вы идете спать. Здесь об этом написано. Стих шестой. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей вузы и вельмож, их в оковы железные, производить над ними суд писанный. «Честь сия всем святым Его». Знаете, во что я верю? Я верю, что из-за нашего духа, нашего прославления, нашей веры, есть духовная битва, о которой мы не знаем, но есть ответы, есть связывание царей, есть ограничение зла, есть освобождение Божьей работы в мире. Представьте, сегодня у нас есть люди во Вьетнаме, в городе Хо Ши Мин, пастор Фред Элис, Вьетнам. Он показывал фильм «Иисус» вчера вечером группе вьетнамцев по Ютьюбу, по Айпаду или по телефону. Далее они едут в Камбоджу, там они едут в три деревни, далее они возвращаются обратно во Вьетнам, они служат. Пастор Фред Элис сказал, что люди такие открытые, люди так открытые во Вьетнаме. Это ободряет. Давайте пригласим пастора Хэдли, он поделится от своего сердца. Привет. У меня головная боль. Не люблю головную боль. У кого была головная боль? Иногда в Эквадоре у нас болела голова. Вы приходите в церковь, проповедуете, проповедь закончилась, и вы обнаруживаете, что боль пропала. Здорово, правда? Я хочу сказать несколько слов о молитве. Кто молился раньше? Все, у кого была головная боль. Второзаконие, 23 глава. Видите, все содействует ко благу. Здесь очень интересная часть. Это находится внутри закона Моисея, и это законы санитарии. Обратите внимание, что мы читаем из Библии. Это не задумано, чтобы вызвать юмор, хотя и может так показаться, если такое происходит, ничего, но в действительности это для того, чтобы передать назидание. И затем это переходит к молитве. Итак, Второзаконие, 23 глава, 12 стих. Место должно быть у тебя вне стана. Народ живет в это время в пустыне, после этого они унаследуют землю, и прежде чем они построят дома, обоснуются, они живут в шатрах. Кто из вас жил в палатках? Нужно расчистить землю для лагеря, иногда расчистить в лесу. Место должно быть у тебя вне стана, куда тебе выходить. Что это значит? Иметь место вне стана, куда вы пойдете, чтобы делать дела. Вы знаете, о чем я говорю? Хорошо. Больше разъяснений в стихе 13. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, пояснение не нужно, выкопай ею яму, раскопай лопатой яму, потому что ты облегчился, и опять зарой ею испражнение твое. Так говорит Господь. Это не шутка, это закон Моисея, и это важно. Санитария важна для многих культур. Стих 14. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего». Подумайте об этом. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего». «Ибо Господь наш Бог ходит среди светильников». «Ибо Господь Бог наш любит быть с Его людьми». Он любит отдыхать с Его людьми. Он любит общаться со Своими людьми. Он ходит среди лагеря. Невидимым образом, но Он там в духе. Он смотрит, слушает, Он наблюдает, Он присутствует среди Его народа. Обратите внимание, что здесь говорится. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. Поэтому стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Мы видим чувствительность Бога, когда Он находится среди нас. Подумайте, что я могу сказать кому-то слово таким образом, что это заставит Бога отступить. Или я мог бы разговаривать с человеком и заставить Бога отступить, потому что это не нравится ему. В Новом Завете это называется «Огорчением Духа Божьего». Итак, если это истина, то можете себе представить, когда Бог среди лагеря и среди людей, Он слышит то, что Ему нравится слышать, и Он видит то, что Ему нравится видеть. Он в присутствии Его людей, и Он взволнован быть среди них. Есть история об Уганде. Это имеет отношение к молитве, и это относится к приближению в присутствие Бога, потому что Бог может отшатнуться, и Бог может привлечься с точки зрения Его присутствия. Итак, есть такая книга «Алтари молитвы», автор Джон Мелинди Мак Дэниел. Он рассказывает часть истории Уганды в Африке. Эта страна прошла через великие испытания, скорби и множество страданий. Вот некоторые вещи, через что они прошли с 1962 по 1986 годы. У них было 10 президентов, произошло несколько военных переворотов, у них были кровавые войны, и далее хуже, чем кровавые войны. У них был Иди Амин, Милтон, Аботе. Затем у них было еще больше кровопролития при Джозефе, Коне. В эти времена лидеры церквей предстали перед Господом, и они молились, и еще больше молились. И положительным исходом этого стало, что церкви стали молиться с другими церквами. Они перестали быть изолированными и независимыми, потому что страна была опустошена. Затем они видели, как плохое правление было изгнано, и они увидели относительный мир и улучшение. После этого, благодаря большим изменениям и возрождениям, по их словам, они перестали молиться. Во время одного из таких случаев они перестали молиться, и уже не вопросы власти и правления вышли на первое место, но эпидемия спида. Эпидемия охватила около 36% населения. Ситуация в Уганде стала настолько плохой, что даже Танзания и Кения закрыли свои границы с Угандой. Они сказали, мы не знаем, ребята, что вы там делаете, но мы не хотим вас у нас. Церковные лидеры предстали перед Господом в молитве. Они взывали к Богу, что происходит с нами, что происходит с нашим народом. И они почувствовали, что Господь говорил им, вы слабая церковь, потому что вы не знаете врага. И был покров тьмы над народом. стратегия, которую им дал Господь, приближаться в Его присутствие через то, что мы только что слышали, через превознесение Божьего Слова. И это и на индивидуальном уровне, на уровне брака, семьи, церкви, и затем на рабочем месте, и затем церкви с церквями, народ с народом. Тело Христа собиралось вместе в единстве и силой превознося Его Слово, поклоняясь Ему, прославляя Его и молясь. В результате этой стратегии они увидели, как стали происходить удивительные изменения в стране. И я верю, что государство занимает намного лучшее положение, чем это было раньше. Мы смотрим на нашу страну, и мы видим, и мне бы не хотелось говорить о проблемах, мы знаем проблемы, мы смотрим новости, и мы знаем обо всех этих событиях, и чтобы не быть ориентированными на проблемы, но на решение, оставил ли нас Бог без ответа. Если Бог настолько чувствителен, ходя среди Его народа, и Он сказал, я не хочу видеть ничего скверного, чтобы мне не отступить. Можете вы представить, как Бог отступает? Разве мы хотели бы, чтобы Бог отступил от нас индивидуально, хотя Он никогда не оставит и не забудет нас, но в том смысле, что Его Дух огорчен, и у нас не будет никакой силы с Богом, и когда одно происходит, другое происходит, и кажется, что жизнь перевернулась вверх дном, и у нас нет никаких результатов, но мы в отчаянии, в депрессии, и мы хотим просто умереть. но поверните это по-другому. У нас может быть атмосфера, где Господь радуется присутствовать с Его силой и готов ответить на молитву, Он превознесен в Его Слове, и мы делаем это на уровне семьи, на уровне округи, мы делаем это на рабочем месте, и получаются места молитвы, точно как в книге Левит, огонь не должен был угасать, он должен был постоянно гореть, и священник должен был поддерживать огонь. Книга Левит, 6-я, 12-й, 13-й. И вот мы, как священники, подходим к алтарю молитвы в это время по всему нашему народу, и мы можем быть уверены, что Бог встанет, и Бог услышит наши молитвы, Бог совершит отличное, Бог отвратит силы тьмы, потому что в самих себе у нас нет никакой силы, чтобы что-то изменить. Бог и только Он может это сделать. Бог желает и готов это сделать, но будет ли Его народ, будем ли мы взывать к Нему день и ночь, молиться непрестанно, но я говорю о том, что молитва это стиль жизни, и относясь к этому серьезно, потому что мы видим, что происходит, и что может это повернуть, что может остановить, что может остановить волну. Бог ждет, когда мы будем искать Его, просить Его сделать то, что только Он может сделать. И если мы это сделаем, то, слава Богу, у нас будет страна для наших детей и внуков, чтобы жить в достойной стране. Аминь. Это было так прекрасно, не так ли? То, что Он говорил о чистоте в лагере, это весьма емко и глубоко размышлять, что Бог отвернется, потому что лагерь слишком грязный. мы говорим, что это часть жизни, но если мы просто естественны, и это часть жизни, мы живем естественным образом. Мои люди святые люди, и это святое место, то, как мы говорим, что мы думаем. Поэтому концентрация сосредоточенность является великолепной реальностью в молитве. Я искренне верю, что некоторые из нас могут испытывать возрождение в своей молитвенной жизни, и вы обнаружите, насколько вы можете наслаждаться этим. Но это работа и сосредоточенность. Сосредоточенность очень важна. Какой бы ни была аббревиатура, вы перескакиваете с одной вещи на другую, мы живем очень залитой жизнью. Перед тем, как мы помолимся в течение десяти минут, я хочу поделиться с вами о том, над чем я размышляю. Иногда по средам вечером, я не знаю, как часто, но иногда у нас достаточно большая группа, люди приходят слушать проповедь, и Господь дает проповеди, но также я думаю, что нам нужно обучиться молиться. У нас есть совместная молитва. Молитва это великолепное собрание. Иногда после завершения молитвы я могу чувствовать, как Дух ведет нас в молитве с нашим соседом, или мы сами, или в маленьких группах. Я слышу приглушенный звук голосов. Я не слышу слова, но я знаю, что идет молитва. Молитва идет, и есть помазание молитвы. Когда есть помазание молитвы, то не хочется ее прекращать. Такое может случаться в церкви, она молится, есть помазание молитвы, и вы обновляетесь в ней. Нам нужно обучиться этому, потому что мы легко учимся произносить простые молитвы, не осознавая, что может произойти, когда из моего подсознательного ума, из моего Духа исходит молитва. Библия говорит в Римлянах 8 главе, что есть молитва, когда я даже не знаю, о чем она, но это происходит через меня. Отец послал сына, сын общался с отцом, они всегда были вместе. Вы видели эффект единения в жизни Христа. Христос уходит и посылает Духа Святого. Теперь мы находимся здесь, на месте Христа. Теперь мы в общении с Богом. Мы эффективны, мы могущественны, потому что в нас молится Дух Святой так же, как Он был внутри Христа. Христос молился. Это было удивительно, весьма могущественно. Это было бы удивительно, если бы мы, как верующие, познали, что это такое. Мы были бы способны отфильтровать процессы, которые у нас есть. Отфильтровать, как Он сказал, грязную сторону жизни. Она не находится в моем сердце и уме. У меня есть святость Бога и общение с Богом, где Бог посещает нас. Мы божьи помазанники. Разве это не удивительно? Я действительно думаю, чтобы мы, как церковь, обнаружили молитву. Я не хочу говорить о продолжительности молитвы, минуты или часы. Я хочу размышлять, что Дух Святой желает вести нашу церковь в периодах совместной молитвы. Я думаю, что я сказал достаточно. Давайте вместе помолимся. Вы сами или с вашим соседом. И мы помолимся некоторое время за Вьетнам, за летний лагерь, за Камбоджу, за миссии, за библейский колледж, за вашу жизнь, за членов вашей семьи, за возвращающегося домой блудного сына. Господи, мы молимся, чтобы блудный сын возвратился домой. любое количество тем может прийти на наш ум, и там может быть нечто, что прикоснется к вам, и у вас появится время и сосредоточенность на Китае. Китай. Бог, веди в Китай. Пастор Планкетт и Ева, Иисус в этом году в Китае. Вот такие молитвы. Мы единая церковь, и трудно организовать это в группах. Я даже не буду пытаться, но вы сделайте так, как Бог ведет вас. Помолитесь вместе примерно в течение десяти минут. в течение минуты. Продолжение следует... 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 Отец, благодарим Тебя, Господи, мы возносим Тебя, благодарим Тебя, Господи, славим Тебя, Боже. Сегодня, когда мы даем приношение, мы молимся, чтобы мы давали не в страхе того, что Ты требуешь от нас, Господи, но в радости, из-за того, кто Ты и что Ты нам дал, Господи. Мы делаем это во имя Твое драгоценное. Господи, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя, мы превозносим Тебя. Во имя Твое драгоценное мы молимся. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok 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 Добавил ДимаTorzok а также в округе Оуинкс-Миллс в западе Балтимори, а также на федеральном холме. Реконструкция по проекту Федерал Хилл наполовину завершена. Я думаю о людях, я думаю о нуждах в Балтиморе и о людях, о любви к людям. О слепатии, я думал об ослеплении. Дьявол ослепляет холм. Я прочитал одну историю о хитопоях, рыболовном судне в Атлантическом океане. На корабле был божий человек. Он рассказал капитану, капитан отвечал, «Не трать свое время. Я думаю только о китах. Я думаю только о рыбе. Если ты будешь говорить со мной о Боге, я думаю только о рыбе. Если ты молишься, я думаю только о рыбе. Где киты? Есть ли киты поблизости? Что происходит? Это мой ум. Он работает вот так. Я такой. Я размышляю таким образом. Это мой ум. Есть люди, у которых нет ни одной мысли о Боге. Ни одной. Вообще нет. Я размышляю о молодых парнях, которые становятся пасторами. Я размышляю о миссионерской работе, происходящей за границей Соединенных Штатов Америки и о слепоте. Я размышляю о людях, которые очень и очень заняты в жизни. Есть еще одно беспокойство в моем сердце о людях, которые приходят в церковь, остаются некоторое время. О чем они автоматически размышляют, когда вы покидаете эту церковь некоторое время? О чем вы размышляете? Я не знаю. Я думаю, что некоторые думают, что им все равно. Они не думают обо мне. Им просто все равно. Я размышлял, да, конечно. Легко размышлять таким образом. Но если я прихожу и сижу с вами, и Дух будет служить мне, я могу поверить, что вам не все равно. Я могу поверить, что пастор заботится. Я могу поверить, что служение заботится. Я могу поверить, что люди здесь заботятся. Я могу поверить, что эти люди – Божьи люди. Бог сказал, «Мой дом – это дом молитвы для людей, для всех людей». Итак, я озабочен. Я озабочен, потому что я пастор. Я озабочен тем, что люди сталкиваются со своим потенциалом. Я озабочен тем, что люди мечтают, чтобы некоторые проблемы были бы решены. Придет Бог, заберет это, и они буквально улетучились. Я видел такое. Вы думаете о невозможных ситуациях, что они никогда не изменятся? Нет, это вполне возможно. Одно мгновение, и гора сдвинута. Все кончено. Пристрастия больше нет. Проблемы, эмоциональные проблемы, менталитет или умственная предрасположенность, упрямство, что бы там ни было, исчезло. Это удивительно. Бог печется на нас. Я озабочен. Поэтому мы собираемся здесь. Я расскажу вам одну небольшую историю, потом мы затронем небольшой отрывок Писания. Это Брюс Кремм? Вон там. Или это Кевин? Это вы, Брюс? Поаплодируем Брюсу. Я не могу в это поверить. Вы номер один. Это удивительно. Спасибо. Какое благословение. Рады вас видеть. Итак, короткая история. Я был дома вчера вечером. Я могу позаниматься сегодня, потому что я пастор. Всегда можно это использовать. Я могу заниматься изучением сегодня. Мне нужно готовиться. Бог знает, что мне нужно готовиться. Я не купился на это в моем сердце. Нет, я должен идти, быть там, идти по вере. У меня остается немного времени, скоро стемнеет. Короче говоря, я приезжаю туда через полчаса. Я встречаю пастора Юджина Дэвиса на улице с Джерри Роберишем. Мы начинаем стучать в двери. У меня было незабываемое время. Я размышляю об этом сегодня. Я буду размышлять об этом. Я наслаждался этим. Я поделился этим и поговорил с некоторыми людьми. Я не знаю о результате, но я говорю, я хочу, чтобы Бог был передо мной, а не мои оправдания. Я также подумал, что я все равно вернусь домой до 9 часов, и затем могу заниматься подготовкой. Возможно, я все равно потратил бы свое время, если бы остался дома. Да, открою холодильник пару раз, прочитаю что-нибудь, буду говорить об изучении, но в действительности не делать это. Я выезжаю в город, я благовествую примерно 1 час, затем я возвращаюсь в 8.45. Жена говорит, о, как быстро, я даже не знала, что ты уходил. Да, это прошло быстро, это было в действительности быстро. Она даже не скучала обо мне. Даже не скучала. Мы заботимся. Мы печемся. Мы несовершенные люди. И я хочу сказать вам следующее. Откройте Евангелие от Луки, 21 главу. И мы завершим на этом. Короткое слово, Евангелие от Луки, 21 глава. 34 стих. Смотрите же за собою. Это о последних временах. Луна сделается, как кровь. Стих 25. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения, и море восшубит и возмутится. Можно было бы остановиться на этом тексте немного, но мы перейдем к стиху 34. Смотрите же за собою. Я хочу сказать о концентрации, сосредоточенности, чтобы сердца ваши не отягчились. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились, не были обременены сверх нормы. Слишком обременены, эпи-баруно. Обременен чрезмерно. Время давит на вас, на ваше сердце. Ваше сердце чрезмерно обременено. Почему это происходит? Посмотрите на мир, в котором мы живем. Трудности бомбардируют нас. Даже если у вас их нет в вашей жизни, вы услышите о трудностях у других людей, в других странах, у других народов и так далее. Будьте осторожны. Я размышлял об университетских молодых людях, которые приезжают, чтобы учиться в колледже Голки-Мори. Обычно каждый семестр умирает один студент. Просто понаблюдайте за этим в этом семестре. Какой-то молодой паренек может умереть от передозировки в Нью-Джерси или выпадет из окна, или еще что-то. Произойдут ужасные вещи. Я говорю это, потому что я хочу иметь видение о молодых людях. Я хочу иметь видение делиться проповедью. Я хочу, чтобы Иисус это сделал. У меня не очень получается просто делиться словом. Я хочу, чтобы Дух Святой действовал, как Он это сделал в моей жизни. Религиозные действия не задевали меня, но Иисус захватил, Он захватил меня. Я хочу этого. Я думаю, что это не может произойти без молитвы. Я не думаю, что вы откроете свои уста и поделитесь словом с человеком, когда это будет сладко в ваших устах, прекрасно в вашем подходе, во взаимосвязи, без молитвы. Церковь будет молиться. Я желаю, чтобы каждую неделю здесь спасались 10 человек. Я хочу, чтобы спасались 15-30 человек. Я хочу, чтобы происходили крещения 10-15-30 человек. Я хочу видеть, как люди изменяются. Я хочу, чтобы Бог совершал это. Я верю, что мы можем это сделать. Я верю, что Он совершает это. И я верю, что это такая церковь, где Бог говорит, я хочу наполнить эту церковь. Я хочу совершить. Я отвечу на вашу молитву. Потому что на самом деле это не шоу «Собака и пони». Мы не массовики-затейники. Мы божьи люди. У нас нет ничего, чтобы дать людям. Идите в театр, в дом комедии, в университет и получите все это. Так все и делают. Но когда вы приходите в церковь, вы получаете Бога. Вы находите Бога. Бог находит вас. Вот чего я хочу. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и обретали Бога. Я знаю, что мы одна команда. Это время команды. Это время молитвы. Это Бог совершает работу. Вот что происходит. Люди действительно попадают в трудности. Стих 34. Стихообъедание. Разгул. Пастор Хедли упоминал о головной боли. Это слово имеет значение головной боли от разгула. Разгул. Это означает отравиться или чувствовать недомогание от пьянства. Это синоним слова пьянства. Не отягчались разгула по пьянствам и заботами житейскими. Расскажите мне о них. Заботы житейские. Расскажите, что мы знаем о значении этого слова. Тяжелые бремена этой жизни. Они унесут вас. Они действительно унесут нас. Они могут это сделать. И тогда киты станут важнее Бога. Мои вещи, моя жизнь, мои обстоятельства. Скажу вам, хорошо проверять сердце. Я верю, что в такой сосредоточенности и единении Духа Святого, когда вы чувствуете, что ваши способности возрастают в вашем сердце и в вашем уме, вы как будто просыпаетесь, свет включается дома, везде, вы сосредотачиваетесь на присутствии и на личности Бога. И все обретает свое место и не контролирует меня. Эта вещь не будет контролировать мою жизнь. Эта вещь не похоронит мою жизнь. Эта боль не будет контролировать меня. Трагедия, произошедшая в моей жизни, не будет управлять моей жизнью. Я двигаюсь дальше. У меня есть Бог, и Он позаботится обо мне. Он утешитель. Он мой учитель. Я верю также, что Джо Даладо, замечательный человек, который был здесь в церкви, приходил в библейский колледж. Я в действительности верю, что Божья рука на людях, которые принимают радикальные решения и говорят, «Я буду следовать за Богом. Я желаю Бога. Я знаю, что Он совершает это. Я хочу увидеть это. Я хочу видеть все свежим образом. Я верю в Него в отношении всего этого». Заключение и конец стиха. «И чтобы день тот не постиг вас внезапно». Это похоже на капкан или ловушку. Разве ловушки не становятся глобально с правительствами мира? «Тинк», «Гринт». Весь этот менталитет, все это ловушка, которая выставляется и внезапно захватывает людей. Я не знаю, как объяснить это детализированно. Я просто чувствую, что мы живем в такое время, когда дьявол устраивает ловушки для человеческого рода, чтобы в конечном счете разрушить нас. Мы не будем находиться здесь в период скорби, но перед тем, как это произойдет, мы увидим, как все будет подготовлено. Посмотрите на стих 35. «Ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». «Бум! Что произошло? Я потерял мою свободу, я потерял свой выбор, я потерял мои возможности, я потерял свою синагогу, свою церковь, я потерял своих лидеров, я потерял мой покой, я потерял мою безопасность, мой дом сгорел, все изменилось, все изменилось за одну ночь». Иисус говорит, что это придет во весь мир. «А как насчет нас? Что насчет нас? А, мы! Господи! Спасибо тебе! Что насчет нас? Я не верю, что мы будем находиться в период скорби. Я верю, что мы будем забраны. Я также верю, что перед тем, как наступит это время, будет оживление по всему миру». Пастор Стивенс проповедовал о совместной Пятидесятнице. Он верил, что, как написано в книге «Деяний», что как в церкви началась, такой же будет конец периода церкви, будет оживление по всему миру. Мы увидим, как это произойдет. Я верю, что если мы будем нацелены, если у нас будет духовная сосредоточенность и жизнь молитвы, то Бог позаботится о нас, о всех наших вещах. Он наполнит наши церкви. Он повлияет на Америку. И у нас будет слово. Кстати, безумие играет нам на руку. Потому что, когда происходит такое безумие, есть сотрясение, и люди говорят, «Что? Что? Куда мне пойти? Есть ли у кого-нибудь слово для меня?» И именно об этом мы говорим. Хорошо. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Да, Господи, да, аллилуйя. Господи, дай нам времена молитвы. Бог, обучи нас в наших домах. Времена дерзновений молитвы. Веди нас в ночи в молитве. Веди нас во времени тишины и поклонения, прославления, пения, танцев, чтобы мы откликались на Тебя, чтобы мы возвеличивали Тебя перед всеми людьми, восхваляли Бога целыми днями в наших сердцах, чтобы мы отдавали Тебе все, Господи. Мы отдаем Тебе все наши заботы, наше беспокойство, наши бремена, потому что Ты печешься о нас. Ты действительно заботишься о каждом из нас. Ты печешься о нас. Спасибо. Если Вы не верующий человек, примите, пожалуйста, Иисуса сегодня. Если Вы верующий, помолитесь Богу, как никогда раньше, чтобы церковь была наполнена ищущими людьми, друзьями, соседями, коллегами по работе, людьми с улиц. Помолитесь, чтобы мы видели, как это происходит. Бог, мы молимся, чтобы это произошло. Иисус, сейчас время. Мы люди. Иисус, молимся, чтобы в субботу феллошипов в конце плазы был наполнен новыми людьми прямо из этого зала, которые не были раньше на благовестии, но обучились этому и выходили бы благовествовать и наслаждались этим. Да, Господи? Если бы никогда не принимали Иисуса, скажите, Иисус, я верю в Тебя. Поднимите руку. Ашеры подарят Вам буклет. Есть ли кто-нибудь? Поднимите руку. Отец, мы молимся сегодня. Мы снова молимся за кемпусы колледжей, мы молимся за военных, мы молимся за профессоров, мы молимся за правительство, мы молимся за Балтимор, мы молимся за членов муниципалитета, мы молимся за то, чтобы Бог вел нас, мы молимся за артистов, молимся за зависимых людей, за людей в трудностях, молимся за специалистов, Мы молимся за сотрудников клиники Хопкинса, мы молимся, чтобы Дух вел нас, чтобы это было нечто необъяснимое, потому что мы верим, что Бог отвечает на молитвы. Бог делает, потому что мы верим в Тебя, и Ты совершил это. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Благослови Вас Бог. Вы свободны.